Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский прохитал «Экзегет» пришел следующий вопрос. «Грешно ли делать пирсинг?» Отвечает апостол Павел. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храма живущего вас, святого духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, потому прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Души и тела Божии получили чистыми, чистыми и отдавайте. В роддоме не было на вас татуировок, порезов, пирсинга, колец в носу, ну и в гробу не должно этого быть. Понятное дело, там снимут с вас патологоанатомы, но лучше не доставлять им этой работы. Не надо, но вам. Вот чтобы что? Чтобы отличаться? Ну, умом и сообразительностью. Отличайтесь, как птица говорун. Пригодится в жизни. Ну, хотя бы одеждой какой-нибудь отличитесь, если хотите принадлежать какой-то социальной группе, в которой моден пирсинг и татуаж. Ну, одежда тоже у них некоторая. Приветствуется обувь, прическа. Вот то, что можно изменить быстро, без каких-либо последствий, то, что телу не наносит непоправимый практически урон, то и используйте. Потом же все равно, что, как говорится, перебеситесь, успокоитесь, сменится эпоха, вы повзрослеете, вкусы поменяются, взгляды, одежду куда-нибудь выкинул, отдал, волосы перекрасил в естественный цвет. А вот эти рога куда девать? Металлические. Зашитые. На черепе. Все эти дырки, туннели и так далее. Непонятно куда. Поэтому лучше не надо. Дайте вам какую-то еще заповедь, которая конкретно запрещает, увечья тела. В принципе, можно. В Ветхом Завете говорится о том, что нельзя делать нарезы на теле и татуировки в ритуальных целях, там, в честь усопших и так далее. Понятно, что сейчас в ритуальных целях мало кто делает, больше для украшения. Ну, а зачем? Ведь сейчас я понимаю, есть неопределимое желание что-то в себя вживить, что-то нарисовать на себе. А ведь потом же, больше, надеюсь, долго будете жить, до 100 лет вам расти. Потом же точно такое же неопределимое желание появится от этого избавиться. Потому что, ну, человеку привычно жить, на самом деле, таким, какой он есть. А когда появляется что-то новое, рано или поздно, оно надоедает. А когда уже не можешь это снять, не остаются какие-то последствия. Нельзя снять без последствий. Это уже как бы проблема. Вот. Ну, и если вы думаете, что-то красиво, ну, внутри вашей социальной группы может и это принимается, как некоторая сопричастность этой группе, как некоторые знаки, символы. Ну, а для окружающих, ну, кольцо в носу. Ну, у меня у коров тоже там в носу в селе. Ассоциации там, в общем-то, практически одинаковые. Да, милите, какая-то там бородавка в носу. Там поближе подает, такая здоровенная, еще и светится. Думаю, да что ж такое. Помазала бы чем-нибудь, каким-нибудь тональным кремом. Подходишь поближе, там у него бриллиант, блестит. Ну, ладно, пусть блестит. Иногда бывает просто вродуете свое тело, но некрасиво. Вот такое мое частное мнение. Может быть, с кем-то кто-то со мной не согласится, то скажет, вот эти батюшки, мракобесы, не дают нам реализовывать свою свободу. Ну, слушайте, реализуйте свою свободу изучением искусственного интеллекта, квантовой механики. Отличайтесь зарплатой, не кольцами, талантами. И будет вам счастье. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok